Сегодня покажу и отвечу на самые главные ваши вопросы, как торговать от уровней, как находить эти уровни, какие сигналы отслеживать и так далее. Я вам покажу свою модель. Опять же таки, эта модель не претендует на какое-то единственно правильное решение в торговле от уровней, но эта модель, которую я использую на повседневной основе, будь то при самостоятельной торговле, будь то при торговле с трейдерами в закрытом чате, это константы. Сегодня я поделюсь с вами своим опытом. Итак, первое, что сейчас мы с вами сделаем, кстати, у меня на графике, познакомьтесь, слева золото, справа нет WTI. Это активная американская сессия, минутные таймфреймы, поэтому мы с вами, конечно, будем не только учиться, но еще и торговать, если будут сделки в режиме реального времени. А пока запишем уровни, которые я использую. Я использую уровни с 4-часового таймфрейма, 4-часового, TM и с M15. Они рисуются автоматически с M15, TM таймфрейма. Это автомат, авто. Если я наведу мышкой, вы увидите, вот прямоугольник темно-синий M15, прямоугольник белый тоже M15. Это все интро-дэй, локальные уровни поддержки и сопротивления. 4-часовые, если мы немножко сузим график, мы увидим, вот здесь H4, можно перейти на часовик. Да, вы увидите. Красные — это зона сопротивления, синие — это зона поддержки. Следующая группа уровней — это максимум. Максимум, на мой взгляд, одни из важнейших уровней. Максимум и минимум. Минимум текущего торгового дня плюс open, да, точка открытия дня. Максимум и минимум торгового дня текущего плюс точка открытия дня. И здесь нужно отметить, что меня интересует максимум-минимум Азии и Европы, в скобках, без Америки, то есть до 15.00. То есть максимумы и минимумы сформированы до 15.00. Потому что в мою сессию, допустим, high-low, которые будут формироваться, даже если это максимумы и минимумы дня, то они динамичны. То есть рынок может спокойно дальше обновлять. Мне нужны уровни, где уже был существенный отскок, существенный отбой. Если вот мы с вами посмотрим вот здесь. Посмотрите, это high сегодняшнего дня. Он был сформирован в европейскую сессию, даже в азиатскую. То есть это конец Азии, начало Европы. Вот здесь это 1478 важнейший уровень для меня. Потому что если его цена пробьет, я буду искать дальше позиции на покупку. Но мы к этому перейдем еще. То же самое касается low-дня. Если мы посмотрим, где у нас точка low-дня, мы увидим, что она в районе 1473. Вот здесь, где желтая линия. Желтая линия снизу, желтая линия сверху. High low-дня. И если мы посмотрим, мы видим, что время начала азиатской сессии. Это примерно 4 часа утра Москвы. Вот здесь. То есть вот это самые-самые важные уровни, которые я использую постоянно. На которые я обращаю постоянно внимание. Точка open дня. Если мы посмотрим на золото. Точка open дня находится в районе 1474. И еще важный момент для опытных трейдеров. Зафиксируйте себе следующий вопрос. Как торгуется цена? Как торгуется цена после открытия? На это обращают внимание все профессиональные трейдеры. После открытия. После открытия. Как торгуется цена после открытия той или иной сессии? Особенно первые, вот здесь важно отметить, первые 30-60 минут. То есть как торгуется цена после открытия? Она идет вверх, она идет вниз. Кто контролирует в начале сессии ситуацию? Вот это самые-самые важные моменты. Потому что это дает нам понимание контекста состояния рынка с точки зрения тренда. Очень важный момент, как торговать вокруг этих уровней? Что я делаю перед тем, как вообще планировать какой-то трейд? Я ищу зоны, я не буду это все прописывать снова. Зоны скопления уровней. То есть где скапливаются ключевые уровни поддержки сопротивления? Вот здесь мы видим 4-часовой уровень. Слева вот здесь красный. Мы видим хай дня сегодняшнего, пунктирное. Мы видим M15 уровень. То есть мы понимаем, что вот это зона скопления уровней. Иначе говоря, зона принятия решения. Ключевая область. Мы видим реакцию здесь, реакцию здесь, реакцию здесь. Посмотрите, как рынок реагирует на вот эту линию 1478 H4. Хотя сегодня был незначительный прорыв выше этой области, где был сформирован хай. Поэтому я понимаю, что ни в коем случае не торговать вот здесь, в этой области до тех пор, пока эту зону не пробили, либо от нее не отбились. И все, что мы делаем с трейдерами в закрытом чате на протяжении уже 6 лет, я хочу отметить. Потому что до этого все это было вручную. Мы рисовали уровни вручную, мы рисовали паттерны вручную, сигналы. Сейчас это все автоматизировано и гораздо проще. Потому что мы можем сфокусироваться на конкретном поведении цены и подбирать паттерны сигнала под контекст. Так вот, пробой уровня, давайте вот это зафиксируем. Пробой уровня, либо отбой от уровня. Это дает контекст, но это не дает сигнал на вход. То есть пробой уровня не является сигналом на вход в рынок. Отбой от уровня не является сигналом на вход в рынок. Это всего лишь контекст. Если цена пробила уровень, то что дальше я делаю, чего я жду для входа в рынок? Почему? Потому что вокруг ключевых уровней поддержки и сопротивления может быть 3 основных сценария. Это пробой уровня, тест, новый хай или новый лоу, если это пробой вниз. Второй вариант, пробой уровня, ложный пробой, цена обратно, вернулась в диапазон. И третий сценарий это тест уровня и отбой от уровня. И для каждой ситуации нам нужны F, фильтры. Если рынок пробит, какие мы будем использовать паттерны, сигналы, фильтры? Для этого у нас существует модель SS, сила сигнала. Первая сила сигнала SS1 это пробой уровня. Пробили уровень, сила сигнала номер один. Чего я жду дальше для входа в сделку? Второе условие, например, коррекция к уровню. Третье условие, чего я жду, например, ротация бар, изменение цвета свечи. Или бы любые другие сигналы в рамках системы Cluster Trader. Если вы новенький и хотите понять, что за сигналы я использую, вот здесь будет плейлист. Паттерны в режиме реального времени, по которым я торгую. Если сегодня будут эти сигналы, я обязательно войду и покажу вам, как управляю позиции как раз вокруг этих уровней. Но вам необходимы фильтры на отбой, на пробой, на ложный пробой. Почему? Потому что если рынок находится в диапазоне, например, в канале, то ему свойственно пробивать уровни ложные, затем возвращаться в диапазон. Если нет моментума, например, если у нас здесь тренд, то пробитие вот этого хай чаще всего будет сопровождаться новым хай. Если до этого был плотный диапазон флет, то чаще всего пробивая этот хай рынок будет возвращаться. Поэтому здесь нужны фильтры, чтобы не получить тот лосс, которого можно избежать, фильтруя свои сделки. Продолжение следует...